И снова здравствуйте! С вами Маша Смолот и вторая часть из серии резных ложек из разных пород дерева. Наконец-то у меня появилось время для вырезания следующей ложки и сейчас с помощью чудо-кепки мы решим какое же дерево будет следующим. Итак, и что же у нас вышло? А вышел у нас бук. Я раньше не работала с буком, вот сейчас и проверим, какими способами удастся вырезать ложечку. Обводим наш шаблончик, как и прежде, и сейчас будем пилить. Как ни странно, но после примерки получилось, что у меня вполне влезет здесь еще одна ложечка. Не будем повторять предыдущих ошибок и сначала выберем черпала. Для этого я буду использовать клюкарзы из металла, который предназначен для твердых пород дерева, потому что бук твердая порода. Надо мне что-то придумать со столом, потому что он, конечно, шатается и это очень мешает. Затем я попробовала взять клюкарзу от Татьянки, хотя она и предназначена для мягких пород, но мне так надоело это все дело ковырять, что я решила попробовать. И, как ни странно, но она резала вполне неплохо. Следующим на очереди был ложкорез. Но, скажу я вам, сил мне совсем не хватило на ложкорез и он совсем не хотел брать бук. Приступаем к распилу, обязательно не забывая про маску и защитные очки. Тут началось веселье. Я поняла, что пилки не пили бук и начала их менять. Перепробовала все, что имеется у меня в наличии. Но, в итоге, я выбрала самую подходящую, которая хоть как-то более-менее пилила. Потом еще вдобавок оказалось, что пилка, видимо, от того, что порода настолько твердая, пилка смещалась относительно вертикальной оси и поэтому пришлось даже отказаться от второй ложки, которая гипотетически могла получиться из этого брусочка. Ну и, к сожалению, как бы я не старалась следить за пилкой, чтобы она шла строго вертикально, она все равно зашла за линию, за которую нельзя было заходить. Естественно, испортила мне всю заготовку. Нафигушки, я просто так сдамся. Взяла новый брусочек и по новой начала вырезать. Бук не брал даже самый острый нож, который у меня есть в наличии. Отчаявшись, пришлось достать секретное оружие. Это шлифовальный станочек, который, к моему великому счастью, прекрасно снимает любой материал. И здесь я, можно сказать, выдохнула, поняв, что все-таки не все пропало и я не заброшу эту несчастную ложку на полпути. Сняв максимально возможное количество материала, я приступила к шлифовке самым грубым бором, который у меня был. Хороший бор. Это казанские фрезы из хорошей стали. Маркировка зеленая. И еще появилась у меня мечта это приобрести. Есть такой станок асцилляционно-шпиндельный. И как бы не было мне жалко нож, но ложку вырезать надо. И потихоньку, снимая буквально по долям миллиметра, я начала убирать лишнее. Как ни странно, дело пошло веселее и мы, в общем-то, приближаемся к нужной нам форме. Незаметно прошел день. Я, конечно же, устала. Резать целый день ложку, это было мощно. Естественно, под конец дня силы были на исходе и я сделала то, что нельзя было делать. Я продолжила, несмотря на усталость. Конечно же, пропахала себе бором палец. Поэтому у вас в кадре теперь будет зеленый палец. Друзья, если вы чувствуете усталость или долго не делали перерывы, лучше прерваться. И тогда точно будет меньше травм. Ну а сейчас по традиции немного интересных фактов. Гектар букового леса в сутки выбрасывает в атмосферу от трех с половиной до пяти тысяч тонн водяных паров. Этим объясняется поднимающаяся над лесом туман и облачность. Поскольку потребность лиственных пород в воде значительно больше, чем у смолистых, то они повышают влажность воздуха. Тем самым они регулируют климат. Массовая вырубка лиственных лесов влечет за собой долгосрочные изменения климата, как правило, негативные. Вот так. Благодаря пластичности древесины из нее изготавливают музыкальные инструменты. Бук является весьма востребованным материалом для изготовления рукояток для ножей и прикладов для оружия. Он является породой средней плотности, хотя я бы так не сказала. Что же ждет меня дальше? Интересно мне знать с другими породами. Намучилась я с ним изрядно. Все, ура, мы на финишной прямой. Осталось немного дошлифовать наждачками разной зернистости, и я очень рада, что я домучила эту несчастную ложку из бука. Что я могу сказать? Я больше никогда не буду резать ложки из бука. Этот стопроцентно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Жду от вас лайков, комментариев. Может быть, поругаете меня за что-то. Может быть, и похвалите. Встретимся в третьей серии. Всем пока!